Привет, друзья! Сегодня мы узнаем, зачем в фильтрах уголь и какой он должен быть. Нет сомнений, уголь – предмет полезный. Им можно рисовать, топить печень, при его помощи можно приготовить мясо, а еще лечить всякие расстройства. И геробей. Очень рекомендую. Еще при помощи угля можно очищать воду, но уголь для этого нужен не простой, не золотой, а специальный. Во-первых, уголь должен быть активированный, а во-вторых, кокосовый. Что такое активированный и как его получать? Для начала исходный материал березу или кокосовую скорлупу спирролизуют, сжигают без доступа кислорода. При этом образуется уголь. Его можно использовать для приготовления шашлыка, но как сорбент он так себе, так себе, так себе, так себе. Необходимо его активировать, увеличить поверхность. В примеси сорбируется поверхность. Для этого уголь обрабатывают водяным паром при 1000 градусах цели. Часть угля при этом выгорает, и он становится пористым, как губка. У такого количества простого угля, его здесь около 5 граммов, площадь поверхности около 5 квадратных метров. Думаете, это много? Ошибаетесь. У такого же количества активированного угля площадь поверхности уже 5000 квадратных метров. Это целая футбольная польза. Вот это действительно много. Но почему уголь должен быть кокосовый? Плотность угля и глубина его проработки зависит от плотности исходного материала. Кокосовая скорлупа плотнее березы. Ее можно глубже активировать, а значит и уголь из нее будет более плотный, и работать он будет лучше. У вас нет кокосового угля случайно? А почему водоочистки не использовать каменный уголь? В таких углях много примесей, как правило, тяжелых металлов. А фильтры для воды им не местны. Проведем эксперимент. При экспериментах не забывайте предохраняться. Нальем краситель в две колбочки. Давайте посмотрим, какой уголь сможет его поглотить. Вот он наш победитель. Кокос рулит. А теперь давайте узнаем, какой уголь используется в кувшинных модулях. Вот у нас два модуля. С виду ничем не примечательны. Давайте заглянем им в душу. Это охрененно! В одном – плотная смесь из разных материалов. Если ее потрясти, то можно добыть уголь. Вот эти мелкие гранулы. Уголь не блестит. Очень мелкий и очень плотный. По всем признакам, его предки росли на кокосовых пальмах. А в другом модуле уголь значительно крупнее и имеет какой-то подозрительный металлический блеск. Похоже, это просто дробленый каменный уголь. Эээ, топку его. Но как отличить хороший модуль от плохого, не вскрывая его? Помните, в хорошем модуле кроме угля было еще и волокно? Это волокно создает плотную смесь, которая во время фильтрации не дает образовываться каналам и промоенным. Поэтому, чтобы выбрать хороший фильтр, достаточно его просто потрясти. Хороший фильтр – это вам не погремушка. Бей, не робей! Подписывайтесь на наш канал на YouTube и узнаете еще много интересного. Всем пока!